Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Уважаемый товарищ президент, Могилевский областной совет депутатов Единогласно утвердил должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета Исаченко Анатолий Михайлович В этом зале наряду с депутатами облсовета присутствуют члены Совета Республики Депутаты Палаты представителей Национального собрания от Могилевской области Члены Могилевского облсполкома Председатели и заместители председателей райисполкомов Руководители и сотрудники структурных подразделений облсполкома Руководители предприятий и организаций Могилевской области Руководители силовых структур Практически весь актив Могилевской области Уважаемый товарищ президент, позвольте представить вам слово Спасибо. Ну, коль уж собрались, поздний час, я думаю, скрывать нам друг от друга нечего Давайте поговорим по актуальным вопросам нынешней повестки, нашей жизни Пожалуйста, начальник управления комитета госбезопасности по Могилевской области Вы мне, пожалуйста, доложите обстановку на сегодняшний день Уважаемый товарищ президент Республики Белорусс В настоящее время социально-политическая обстановка в регионе В целом стабильная и контролируемая Игорь Александрович, что больше всего вас настораживает сейчас? С учетом проделанной работы в течение последнего года Пресечены были очаги активности, которые раньше попадали в поле зрения В регионе самая, наверное, чувствительная проблема Это социально-экономическая обстановка в трудовых коллективах Если мы ее удержим на том уровне, как сейчас То, я полагаю, каких-то неожиданных моментов для нас здесь не будет Вы в какой-то степени самоуспокоились Да, у нас вроде бы в Могилевской области не очень тут шумели, кричали Но надо понимать, что это вершина айсберга То, что мы видели в прошлом году Что там пониже, вы правильно сказали Это зависит от социально-экономического развития, уровня и успеха в нашей Могилевской области Я не боюсь сказать тут перед своими земляками Что и наша вина есть в том, что произошло в прошлом году И дело не только в социально-экономическом развитии нашей страны Дело не только в этом Мы просто успокоились и считали, что мы тут выкладываемся Трудимся, стараемся Ну, не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся Вспыхнула какая-то там забастовка или еще что-то Мы сами успокоились Вот, чтобы не произошло это и сейчас Чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать Ситуация непростая И повторения мы допустить не можем Вы вот назвали один из элементов этой гибридной войны Массированной кибератаки на предприятия Не получилось так Давайте вот взорвем технологические линии предприятия Особенно энергообеспечение То, что мы там в центре пресекаем разного рода действия Как специалисты говорят Достаточно один клик этой мышки И ущерб будет миллиарды Миллиарды рублей Они ни перед чем не остановятся Но и хочу предупредить вас, милицию и контролирующие органы Перебора быть не должно Уважаемый товарищ президент В настоящее время Основные усилия направлены на и на постоянной основе Осуществляем мероприятия по пресечению деятельности Деструктивных телеграм-каналов и чатов Установлению и идентификации их создателей Администраторов Лиц, предчастных к совершению преступлений Связанных с экстремистской деятельностью Проводим активную работу, чтобы и дальше отслеживать Не допустить каких-то таких террористических проявлений В целом ситуацию в регионе видим Тесное взаимодействие всех силовых структур Идет обмен информацией И считаю, что мы полностью в состоянии Обеспечить правопорядок на территории области Какой район в области вас больше всего беспокоит? Преступности, я имею в виду Большинский регион, ну и сам город Могилев Мы много внимания сейчас уделяем Подежу скота и видим, что происходит Там нападешь что-то списывали Не обращали внимания на это И говорю, Владимир Владимирович, я как-то сказал, что Без милиции мы порядка не наведем в стране Почему? Потому что милиция знает все Милиция везде От участкового до министра И если вы не подключитесь, не поставите здесь всех на место Бездельников в ворюк Не глядя на лица и звания Толку не будет Валерий Анатольевич, что с ковидом? На сегодняшний день ситуация Психологическая по ковид инфекции Характеризуется тем, что Снижается интенсивная заболеваемость Почему мы имеем такой результат? Александр Григорьевич, хочу сказать, что мы Достаточно серьезно работаем с населением В плане разъяснительной работы, как вы и указывали В части защитительных мер, мер профилактики На сегодняшний день уже 50% населения области Получило первую вакцину Это тоже дало нам возможность активно работать Избежать закрытия учебных заведений в области И не останавливать работу предприятий И полностью общественный сектор у нас выполнял свою задачу Надо идти своим путем Понимая, что происходит в мире Взвешивая ситуацию, в которой живет наша страна И как показало время, что Временно введя меры профилактики Обеспечив медицинские учреждения необходимым оборудованием Кислородом, обучив кадры Что тоже было очень важно в этой части Мы, в общем-то, эту битву выигрываем с вами Да, дорого нам обошелся этот ковид В том плане, что население пережали, запугали Трудно идти в одиночку И когда на тебя все шишки валятся То есть у тебя сейчас обстановка нормальная Что касается ковида, абсолютно точно Уважаемый товарищ президент Настоящим докладываю, что ситуация на Могилеву химволокно контролируемая Ты вот мне так прямо скажи честно Химволокно скорее жив или мертв? Мои говорят на химволокно, что ожил Это не мои слова Да, а работников Могилеву химволокно Что касается других моментов То, конечно, на старых технологиях далеко не уедешь Модернизацию проводить надо, это неизбежно И все-таки, уважаемый Александр Григорьевич, мы вас ждем Для того, чтобы старт второй очереди был придан Без вас, ну, не будет этого Хорошо, давайте побудем там посмотреть этот график Где там можно втиснуть это мероприятие Ну, так, чтобы результат был Хочу сказать только одно Если мы в экономике и в социально-экономическом отношении выстоим Никакие перевороты нам не страшны Поэтому надо видеть экономику Надо видеть предприятия И, конечно, химволокно, белшина Ну, если они провалятся, нам заместить их нечем Ну, это не значит, что они не должны работать И ссылаться тут на санкции Еще на что Вы же понимаете, откуда эти санкции Почему эти санкции Не будет санкций, все равно ему легче не будет Как только он будет выпускать конкурентоспособную продукцию Ему легче не будет Они найдут что-то другое Понимаете, позакрывались Локдауны, денег напечатали А ничем же не обеспечены Экономика не работала Предприятия стояли Да и сейчас не актив Там еще один человек где-то заковидил омикроном Уже начинается гвалт Начинается подхлестывая в средствах массовой информации Я не хочу сказать, что этого нет Но психоза этого быть не должно Но врачи молодцы Они научились лечить Они быстро сориентировались И потом Особенность в том, что у нас инфекционисты Вот светила эти, которые сбираются в инфекционных болезнях Они меньше всего лечат людей Я их на это не отвлекаю Они приезжают и учат наших врачей Педиатры, хирурги там и прочее Научили этих людей, которые к инфекциям не имеют никакого отношения Они их научили и сейчас контролируют их Как они лечат Вот в чем подвиг в здравоохранении То, что не делает ни одна страна в мире Ну и потом Мы смогли мобилизоваться Так должно государство работать И если мы хотим выжить Если мы хотим выжить Мы должны мобилизоваться Нам спокойно никто не даст вот этой жизни Ведь вот я говорю, что кто-то на этом зарабатывает Ну понятно, мы уже понимаем, что зарабатывают Но сейчас мои коллеги на этом стали зарабатывать Политики Надо кого-то закрыть где-то в какой-то стране Закроют, локдаун объявят Поливают слезоточивым газом И никто их не упрекает А почему закрывают? Закрывают не потому, чтобы их там обезопасить А потому, что система здравоохранения не справляется с лечением людей Так вы же богатые Разверните койки Дайте этого кислорода Лекарства Приедьте, мы вам скажем, как лечить Да и это уже не секрет А там же денежки это стоит И не каждый частник хочет это делать Богатого лечат Кто может заплатить Или вот возьмите У них же все люди Вот в этих домах престарелых Там тоже частные дома Они все умерли Они умерли Их бедных лечить нечем А у нас 153 вот этих дома Где по 200, по 300, по 400 стариков Я спохватился Позвал председателя палаты представителей Вот здесь депутаты наши присутствуют Палаты представителей парламента И сказал Андрейченко Головой с депутатами отвечаешь за них Иди вырабатывай систему и спасай И мы вахтовым методом до сих пор Ухаживаем за этими людьми И там ситуация самая Несложная Мы спасли этих людей Там махнули на них За них некому было платить Вот вам частное и государственное здравоохранение Конечно и у нас Косяков хватает А чего за здоровье же не платим За лечение же никто не платит в Беларуси Я призываю Ну у нас сидячая с вами работа Что у меня Что у вас Ну два часа найдите возможность физически поработать Ну хотя бы побродите Попрыгайте С детишками Со своими детками С внуками Но побудьте на свежем воздухе Будете нормальный образ жизни вести Не будете болеть А если заболеете Вылечим Поэтому все зависит от нас И рассчитывать на то Что нам будет легче Вот я не приехал Чтобы вам это сказать Нам будет очень сложно И дальше все будет сложнее и сложнее Дело не в наших выборах Дело не в диктатуре Дело не в Лукашенко Посмотрите что творится От Соединенных Штатов до этой Европы Ну мы уже всему миру показали Что они мерзавцы Понимаете Одно говорят Другое думают Третье делают Мы уже всему миру это показали Дело не в этом Дело в геополитике И я же вам уже откровенно сказал Что происходит Пытаются давить Давить на Россию Вот Черное море Украина Прибалтика Вокруг Калининграда Мы же это видим Мы отслеживаем Они баражируют там Нам надо выстоять И все эти санкции Все это давление Вот эти кибератаки Это опаснейшее дело Не надо ядерное оружие Вот через кибератаки На основные объекты Жизнеобеспечения И больше ничего не надо Поэтому для нас Это серьезнейшая опасность Только нельзя расслабляться Вчера Леонид Константинович Назначен членом Совета Республики Я уже говорил К его работе У меня больших претензий нет Он проявил себя опытным Умелым Требовательным Руководителем Область Ощутимо прибавила По основным параметрам И мне что нравилось Что Побыв здесь несколько месяцев Он всегда говорил Даже глава администрации Мне об этом докладывал Это мы Это наша Могилевская область То есть он ее воспринял Как родную Поэтому Леонид Константинович Я хочу тебя поблагодарить За эту работу Пожелать тебе успехов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Про опытные кадры. Поэтому профессионализм, опыт и способность управлять. Неважно, какой ты молодой или старый, или ты пожилой, или ты опытный. Главное, чтобы ты был способен. С апреля 2019 года обновился весь кадровый реестр главы государства нашей области. Но проблемы есть. Вакансий непозволительно много. Но, будем откровенно говорить, не изжиты здесь и коррупционные проявления. У некоторых, как у нас в народе говорят, рыльцы пушку. Я вас прошу, не идите этим путем. Я не смогу вас защитить. Потому что это один из главных требований моей политики. Там мне вешают миллиарды, там миллиарды, там. Мне на это просто отвечают. Если вы говорите, что у меня, президента, у моих детей где-то миллиарды, значит, вы знаете, что они есть. Я им право говорю, заберите. Если надо моя расписка и моих детей, вы получите мгновенно. Я об этом говорю публично. Уже лет 10 они говорят об этом, но никто нигде ничего не забрал. Поверьте, я чужого не беру. Это самое главное. Насколько возможно, надо жить честно. Что касается экономики, я, как и требовал ранее, главное, регион не должен плестись в хвосте. Ну, слушайте, не такая большая Могилевская область, чтобы с ней не справиться. Нацеленность области на создание новых расширений действующих производств – это шаги в правильном направлении. И прежде всего в районах, в глубинке, где остро стоит проблема занятости. Хотя уже такой Могилеви остроты нет, но тем не менее точки некоторые есть. Шевелитесь. Для этого все есть. Шевелитесь. Отдельный вопрос инвестиций. Небольшое падение есть. Если есть инвестиции, есть новое производство, у нас есть развитие. Если нет инвестиций, развития не будет. И вкладывать деньги есть куда. В Могилевской области более 240 перспективных для разработки месторождений полезных ископаемых. Слушайте, раньше мы считали мел, песок, фосфориты. Это ну что это за месторождение? А сегодня все это пользуется огромным спросом, потому что бешеная ориентация на зеленые технологии. Сложившаяся производственная специализация позволяет региону быть значимым производителем продукции химической, нефтехимической промышленности, машиностроения, деревообработки, кровельных материалов и бумаги. Сейчас будем упор делать на переработке древесины. Мы на древесине можем поднять страну, но нельзя, конечно, уходить и от проблем крупнейших валообразующих предприятий. Мы об этом сегодня говорили. И Могилев химволокно, и Белшина. И не все там так плохо. Но еще раз говорю, надо мобилизоваться, надо добавить. И не смотреть на эти санкции. У вас неплохое плодородие почвы выше среднего по стране. И здесь надо иметь хорошее урожай. Поэтому, Толя Михайлович, проблем достаточно, которые надо будет решать вместе. Но и особая вам благодарность как-то была не ко времени, наверное, и у меня не было особо времени поблагодарить вас за ту стойкость, которую вы проявили в прошлом году. Вы достойно выглядели. И ваш губернатор, он впереди шел, как трибун. Я вас благодарю за то, что вы защитили страну. И меня это ко многому обязывает. У меня сейчас одна проблема. Дай Бог, чтобы кто-то после меня пришел, который будет болеть и переживать за страну. Рано или поздно надо уходить. А что будет со страной, которую мы лепили своими руками? Я часто говорю, может, что-то не так. Но мы ее лепили и слепили так, как могли. Мы ее слепили из того, что было, как песня поется. У нас другой страны нет. И нам надо ее сберечь. Поэтому я вам благодарен за то, что вы занимали жесткую определенную позицию. Это наш опыт. Впереди у нас времена непростые. Мы должны идти вперед. Начинать всегда надо с основного закона, если мы хотим перемен. Но делать надо столько, меняться к лучшему, настолько, насколько мы сегодня способны. Если мы рванем вперед, и народ нас не поймет, как скакуны убежим вперед, мы оторвемся от людей. И это никому не нужно. Мы не можем образовать в нашем обществе и в нашей политике какие-то дыры. Потому что у нас нет нефтедолларов, газовых долларов, чтобы потом закрыть эти бреши. Поэтому всегда идем не то по лезвию ножа, не то по тонкому льду, рискуя. Такая наша жизнь. Другой не будет. Потому что мы живем в такое время и в таком месте. Поэтому я вас прошу, отнеситесь серьезно к будущим политическим мероприятиям. Сейчас очень важно не допустить разночтения и разных мнений. Сегодня надо сплотиться и идти вперед. Я вас не поведу туда, куда нельзя. В этом вы можете быть уверены. Не расслабляйтесь. За нами наши дети. Вот что самое главное. Ну и традиционно. Теперь же доставление надо и цветы, да? Давайте.